Любые опыты с левитацией производят на нас большое впечатление. И акустическая левитация, то есть парение мелких частиц в стоячих звуковых волнах, здесь не исключение. Такие опыты я неоднократно видел в разных роликах на ютубе. Но одно дело посмотреть на них в чьем-то чужом исполнении и совсем другое построить собственную установку, воспроизвести явление и объяснить его. Наша установка выглядит достаточно просто. Это два небольших ультразвуковых излучателя, установленных навстречу друг другу. Планка с верхним излучателем может перемещаться по направляющей для настройки. Излучатели запитаны переменным напряжением с амплитудой 15 вольт и частотой 40 килогерц. Издаваемый ультразвук ухом не слышен, но он производит другие действия, на которые мы сейчас посмотрим. Внесем в пространство между излучателями небольшую пластинку из пеноплекса, и она повисает на некотором расстоянии над нижним излучателем. Вторая пластинка зависает примерно на таком же расстоянии над первой. Посмотрите, как она сильно раскачивается и вращается. Третья пластинка зависла еще выше, и вторая при этом успокоилась. Итак, мы будем вносить пластинки одну за другой, и они будут располагаться на оси между излучателями на равных расстояниях. Что же это за расстояние? Скорость звука в воздухе составляет 340 метров в секунду. Частота, на которой работают ультразвуковые излучатели, 40 килогерц. Делим скорость на частоту и получаем длину волны 8,5 миллиметров. И мы видим, что расстояние между соседними пластинками составляет половину длины волны. Объяснение этого явления мы начнем с азов. И сначала обсудим стоячие звуковые волны, возникающие в пространстве между излучателями. Когда два передатчика излучают звуковые волны одной частоты навстречу друг другу, в пространстве между ними возникает стоячая волна, как показано в этой симуляции для волна поверхности воды. Здесь светлым показаны горбы этой волны, а черным ее впадины. А теперь мы перейдем к схеме для звуковых волн и изобразим колебания смещения и давления. Понятно, что диффузоры динамиков колеблются здесь вверх-вниз, и звуковая волна продольная. Но нам будет удобно изображать смещение частиц воздуха в волне, условно откладывая отрезки от нейтральной оси не в вертикальном, а в горизонтальном направлении. Итак, оба диффузора колеблются в фазе, в точке ровно посередине между динамиками смещение всегда равно нулю, и я нарисовал тот случай, когда между динамиками укладывается полторы длины волны. А через половину периода все зеркально отразится, и горбы станут впадинами, а впадины горбами. А теперь построим график давления, и надо понимать, что в узлах смещения, где воздух стоит неподвижно, давление наоборот принимает поочередно максимальные и минимальные значения. А в пучностях смещения давление будет постоянно равно атмосферному. И опыт показывает, что частицы висят несколько ниже узлов давления, или что то же самое несколько ниже пучностей смещения. Какая же сила удерживает частицы в этом положении и не дает ему пасть? В популярных роликах и даже некоторых учебниках часто можно встретить объяснение, которое основано на нелинейности воздушной пружины. При равных уменьшении и увеличении объема воздушную пружину труднее сжать, чем растянуть. Поэтому при растяжении давление уменьшается меньше, чем оно увеличивается при сжатии. И в среднем за период колебаний давление в такой системе будет больше атмосферного. А дальше в этом объяснении говорится, что в пучностях стоячей звуковой волны за счет нелинейности воздушной пружины, кроме переменной составляющей, возникнет и постоянная добавка давления. А в узлах давление останется равным атмосферному. И вот эта разность давлений и будет поддерживать частицу. И мы тоже так очень долго думали и чуть не сняли этот ролик с таким объяснением. Но в какой-то момент мы задумались, если разность давлений загоняет в узел внесенную волну частицу, то тогда и частица с плотностью воздуха тем более должна загоняться в узел давления. Но с другой стороны, любая воздушная частица за период колебаний возвращается на свое исходное место, никуда не смещаясь. Выход из этого парадокса состоит в том, что среднее за период давления всюду в стоячей волне выравнивается и становится равным атмосферному. Но каким же тогда будет правильное объяснение? В поисках ответа на этот вопрос мы обратились к серьезной научной литературе и выяснили, что соответствующая теория была построена еще в 1934 году канадским физиком Луи Кингом, а его статья содержит несколько десятков формул. В 1961 году советский физик Лев Горьков рассчитал силу, действующую на частицу в звуковой волне, другим способом и гораздо короче. Но все равно это теоретическая статья, и я не стану ее пересказывать. Ведь наши ролики – это не курс теоретической физики. И наша задача состоит в том, чтобы извлечь из работ теоретиков по возможности простое качественное объяснение. Что я сейчас и постараюсь сделать. Рассмотрим стоячую звуковую волну и обтекание этой волной небольшой частицы, размеры которой много меньше длины волны. И пусть где-то там наверху за пределами кадра находится узел давления, он же пучность скорости. А внизу тоже за пределами кадра находится пучность давления и узел скорости. Когда воздух в стоячей волне колеблется, он движется вверх-вниз и обтекает частицу. И я нарисую здесь линии тока. Поскольку наверху над частицей находится пучность скорости, а внизу под ней узел скорости, это означает, что колебание воздуха непосредственно над частицей происходит с несколько большей скоростью, чем под частицей. При этом мы можем применить к обтеканию частицы закон Бернулли. Ровый квадрат плюс давление это константа вдоль линии тока. Из этого закона следует, что там где квадрат скорости больше, давление меньше. Квадрат скорости у нас всегда больше над частицей. Следовательно, давление над частицей меньше, чем давление под частицей. И именно это разность давлений, возникшая в силу обтекания частицы воздухом, и поддерживает ее на весу. Ну а теперь мы сделаем оценку и немножко попишем буковки. Прежде всего надо найти разность давлений под частицей и над частицей. Ну это будет ρ. А здесь будет разность квадратов. Я напишу v1 в квадрате минус v2 в квадрате пополам. И теперь мы можем раскрыть разность квадратов. Получим ρ в числителе. Двойка пошла в знаменатель. А здесь у нас будет стоять v1 минус v2 на v1 плюс v2. Что такое v1 плюс v2? Скорости разница мало. Поэтому можем вместо этого написать просто 2v скорость течения воздуха в той точке, где находится частица. Ну и v1 минус v2 это будет дельта v. Разность скоростей. Следующий шаг. А что такое разность скоростей на размерах частицы? Ну это просто-напросто характерная скорость. Умножить на величину частицы и поделить на длину волны. Сделаем следующий шаг. Двойки, кстати, сократятся. И мы получим ρv да еще одну v. ρv в квадрате. И умножить на характерный размер частицы, обозначив его а, поделить на длину волны лямбда. Вот такая оценка. Ну а теперь осталось найти силу. Для этого надо разность давлений умножить на площадь сечения частицы. Ну характерная площадь это просто а в квадрате. И мы получаем ρv в квадрате умножить. Значит, площадь еще дает а в квадрате. Всего получаем а в кубе делить на лямбда. Вот такая оценка для силы. Ну и между прочим, там в статье Горькова, если мы проходим через все формулы и на последнюю формулу смотрим, ну здесь у меня нет никаких коэффициентов, конечно. Мы смотрим на нее просто, какие там содержатся величины и в какой комбинации. То именно эту комбинацию мы увидим. Так что качественные рассуждения дают тот же результат, что и развитая теория. И здесь я хочу сделать еще одно замечание. А неправильные рассуждения, основанные на соображениях этой самой нелинейности и воздушной пружины, они в итоге тоже дают результат такого же порядка. И именно поэтому было так трудно отличить неправильные соображения, приводящие к некоторому результату, от правильных. Поскольку по величине результаты там и там получается одним и тем же. С объяснением акустической левитации мы наконец-то разобрались. И я должен сказать, что у нас на эту часть работы ушло больше трех недель. Но в этом ролике пока что был сделан всего один эксперимент в начале. Ну давайте завершим его еще одним интересным опытом. Снова вывесим между излучателями ниточку из пяти пластинок и начнем наклонять установку. Ниточка наклоняется вместе с установкой. И вот она висит горизонтально, чуть прогнувшись и не падает. Частицы удерживаются вблизи пучности и скорости или что то же самое вблизи узлов давления и в этом положении. Ну а теперь я хочу спросить вас, а почему частицы в этом опыте вообще удерживаются вдоль оси, соединяющей два излучателя и не уходят из нее без разницы, находится ли эта ось в вертикальном положении, либо в развернутом горизонтальном. Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok